Балаковские болельщики Тем не менее к 6 вечера трибуны стадиона труд почти заполнились. Пришли самые верные болельщики спидвея. Ничего особенного от этой встречи они не ждали. Слишком разный уровень команд. К тому же в самом начале комментатор предупредил. Гости готовили сюрприз, но он не удался. Легионер Гамольский, который должен был выступать за фаворит, из Москвы улетел в Самару. По ошибке. Такая вот ирония судьбы. У нас определенные сложности. Очень трудно легионеров тягивать на такие соревнования. Почему? Потому что это расстояние связано или с большими расходами, или с потерей времени. В данном случае у нас была одна проблема. Спортсмен Гамольский прилетел в Москву. У него было два часа даже в одном терминале перейти регистрацию и он не успел. Так что гонщикам из Львова пришлось обойтись одним легионером. За украинскую команду выступал поляк Павел Мессинц, а еще Даниил Иванов, Владимир Дубинин, Тарас Федоренко, Виталий Белоусов и бывший гонщик Турбины Кирилл Цуканов. От СК Турбина вышли на трек Роман Поважный, Максим Лобзенко, Владимир Бородуллин, Андрей Кудряшов, Денис Гизатуллин и Илья Чалов. Благодушное и несколько расслабленное настроение балаковских болельщиков рассеялось уже во время второго заезда. Гонщик-фаворита Кирилл Цуканов вдруг вырывается вперед и первым приходит к финишу. Счет 3-3, а это уже обещает борьбу. Дальше больше. В третьем заезде 5-1 в пользу гостей. И напрягаются все, от гонщиков до зрителей. Но через пару заездов ситуация меняется. Первым приходит Роман Поважный, вторым Владимир Бородуллин и нашим наконец удается сравнять счет 13-13. В седьмом заезде Турбина закрутилась в полную силу. Интересной ситуацией Денис Гизатуллин и Павел Мессианс. Первая и вторая дорожка. Совсем рядом они встали. Локоть в локоть, что говорится. И старт! Пытается все-таки совершить обгон Павел Мессианс. Не устраивает его третья позиция. Но пока ничего не может он сделать с парной ездой Балаковских спортсменов. Начали с проигрышей. Может быть думали, что настолько слабая команда, что будет легко. Потом поняли, что это на самом деле не так и начали ехать. Теперь пришлось беспокоиться фавориту. Когда гости проиграли 8 очков, выставили гонщика Джокера. По правилам украинского чемпионата его результаты удваиваются. В этой роли выступил Кирилл Цуканов. Но карта соперника не сыграла. Джокер привез только баранку. Удача лицом к фавориту на этой гонке больше не повернулась ни разу. Даже легионеру Мессианцу не удалось добиться хороших результатов. Поляка два раза удаляли с трека за некорректное поведение. А вот Даниил Иванов, который в прошлый раз выступал за Мега-Ладу, свое последнее выступление в Балакове считает более удачным. Сегодня больше на два очка набрал, чем в тот раз. Уже прогресс есть какой-то уже. Еще гонка еще одна у нас. Полуфинал Европы, мы здесь уже лучше. Все чувствую все равно на этом треке. И дорожка сегодня больше понравилась, чем в тот раз мне. После 15-го заезда счет 31-59 в пользу турбины. Наши гонщики с собой довольны, но несколько удивлены. Победа далась не так просто, как ожидали. Сегодня была самая интересная гонка. Самое интересное начало было. Первые 3-4 заезда заставили нас переживать. Да, думали, любовь. Сейчас мы легко выиграем, но легко ничего не удалось. Но ничего, ребята собрались и закончили мы хорошо. Выглядели как настоящие мужчины. А сейчас обещанная полная видеоверсия гонки. Еще раз напомню, первый заезд. Номер 1 Роман Поважный, турбина. Номер 7 Даниил Иванов, паворит. Номер 2 Максим Лапзенко, турбина. Номер 8 Владимир Дубин. В команде спидвейклуб турбина замена. Вместо номера 2 Максима Лапзенко. На треке стадиона номер 6 Илья Чалов. Еще раз повторю. Вместо Максима Лапзенко. На треке стадиона номер 6 Илья Чалов. Первый заезд. Чуть больше минуты остается. Естественно, все. Балакова болеет за команду спидвейклуб турбина. Ну что ж, первый заезд. Все готово. Поехали. Старт. И Даниил Иванов. Нет, все-таки Денис Гизатуллин. Хорошую атаку провел Даниил Иванов. Но не уступил ему Роман Поважный. Что-то с техникой случилось у Ильи Чалова. Это было сразу видно, потому как он не смог побороться. Ну что ж, лидирует в заезде Роман Поважный. На второй позиции Даниил Иванов. Третьим по дистанции Владимир Дубинин. И замыкает четверку Илья Чалов. Итак, заключительный круг дистанции. Заключительный вираж. И финиш! Победу в заезде одержал номер первый Роман Поважный. Турбина. Вторым на финише был номер седьмой Даниил Иванов. Фаворит. Третьим заезд закончил номер восьмой Владимир Дубинин. Фаворит. И последним в заезде был номер шестое Илья Чалов. Турбина. Команде СКА фаворит замена. Вместо Тараса Федоренко номер девятый. На треке стадиона номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Еще раз повторю, вместо Тараса Федоренко на треке стадиона номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Таким образом, Виталий Белоусов, Владимир Бородулин, Кирилл Цуканов и Андрей Кудряшов. Ну что ж, все четыре молодые спортсмена. Все четверо являются юниорами. Но некоторые из них уже, как вы понимаете, стоят в своих командах на взрослых так называемых номерах. Ну что ж, посмотрим, тем интереснее борьба. И так все готово. Стар! И Кирилл Цуканов или Владимир Бородулин? Нет, все-таки Кирилл Цуканов. Но мне показалось, контакт был такой между спортсменами. И вырывается вперед Кирилл Цуканов. А Андрей Кудряшов атакует Виталий Белоусов. И кто же войдет в поворот первым? Чуть-чуть впереди Андрей Кудряшов, но скорость на входе была выше. И пересекает линию, да. Пересекает линию, как мне показалось, Виталий Белоусов. Да, и вот сразу же я вижу на наших новеньких фонарях, главный судья соревнований говорит о том, что результат Виталия Белоусова аннулирован за переезд обоими колесами белой внутренней линии. Итак, еще несколько метров, финиш. Победу в заезде одержал номер 12-й Кирилл Цуканов, фаворит. Вторым на финише был номер 3-й Владимир Бородулин, турбина. Третьим заезд закончил номер 4-й Андрей Кудряшов, турбина. Результат Виталия Белоусова, номер 10-го. Команда СК «Фаворит» аннулирован за пересечение двумя колесами белой внутренней линии. Ну что ж, по 6 очков набирают команды к этой минуте. Интересная борьба. Да, и вот все ожидали. Я понимаю, что многие ждали выступления Кирилла Цуканова. Все мы помним, прекрасно знаем, что это воспитанник Балаковской школы спидвея. Несмотря на то, что выступает давно уже за украинский клуб и что совсем недавно получил украинское гражданство. Ну что ж, интересная борьба. Я думаю, что те, кто сегодня не пришли на этот матч, могут и пожалеть. Я думаю, что борьба будет очень и очень интересной. По крайней мере, начало соревнований довольно многообещающее. Упорная борьба на треке. Но вот мы всегда говорили, что отменили тренировки перед соревнованием. И команде гостей всегда очень тяжело. Но вот здесь, видите, ситуация такая, можно сказать, обратная. Отлично приспособились в первых двух заездах спортсмены и той, и другой команды. И гости неплохо провели свои заезды. Ну что ж, третий заезд. Павел Мессинц, Максим Лапзенко, Владимир Дубинин, Денис Гизатуллин. А может быть это от того, что мы так плохо поддерживаем свою команду? Давайте-ка немножко воспрянем духом. Давайте-ка немножко поддержим наших ребят поактивнее. Итак, чуть более десяти секунд остается. И старт. А, Денис Гизатуллин, как красиво. Как красиво по диагонали пошел. Но вот здесь столкновение и заезд остановлен. Да, допустили столкновение Максим Лапзенко и Владимир Дубинин. На входе в первый поворот дистанции. Ну что ж, ждем решения главного сути. Буквально десяток секунд, и мы с вами увидим, чем же закончится третий заезд сегодняшних соревнований. Ну что ж, до остановки заезда вы видели, дорогие друзья, что очень красиво поехал Денис Гизатуллин по диагонали с большой скоростью. И вот только там уже, на входе в первый поворот, совсем рядом они оказались с польским легионером львовского клуба. Ну что ж, перезаезд. Поехали. Ну а вот здесь вот опытный Владимир Дубинин не дал Денису Гизатуллину повторить свой трюк по диагонали. И вперед вырывается Владимир Дубинин. А Павел Мессинс атакует Максима Лапзенко, ведущего на второй позиции. И на внешний радиус уходит Денис Гизатуллин. Ах, не пустил, нет, не пускает Максим Лапзенко. Павла Мессинса на вторую позицию. Никак не может занять. А более удобное, да, вот уперся в колесо, просто притормозил его Максим. А разгона у Павла Мессинса не вышла на этот раз. Итак, еще одна прямая, нет, все-таки, все-таки вырывается вперед Павел Мессинс. Но совсем рядом Максим Лапзенко отпускает позицию. И оба Балаковца только на третьей, четвертой позиции. Финиш. Победу в заезде одержал номер восьмой Владимир Дубинин, фаворит. Вторым на финише был номер одиннадцатый Павел Мессиц, фаворит. Третьим заезд закончил номер пятый Денис Гизатуллин, турбина. И последним в заезде был номер второй Максим Лапзенко, турбина. Заканчивает первую серию заездов заезд под номером четыре. И в нем принимают старт. Номер девятый Тарас Федоренко, фаворит. Номер третий Владимир Бородуллин, турбина. Номер двенадцатый Кирилл Цуканов, фаворит. И номер шестой Илья Чалов, турбина. Тарас Федоренко, фаворит. Ну что ж, и снова на дорожке. Все четыре спортсмена совсем еще молодые. А вот Тараса Федоренко мы вообще с вами видим. Первый раз здесь у нас Балакова. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, какой результат покажет воспитанник Львовской школы с педвеем Тарас Федоренко в этом матче. А я напомню. Тарас Федоренко, Владимир Бородуллин, Кирилл Цуканов, Илья Чалов. Ну что ж, давайте поактивнее поддержим наше молодое поколение. И будем верить в то, что отыграются, обязательно отыграются. Итак, при вашей поддержке, поехали! Кирилл Цуканов сразу же пошел в отрыв и занял лидирующую позицию, но совсем недалеко от него и Владимир Бородуллин, и Илья Чалов. Отстает Тарас Федоренко, да, не уверенно, не уверенно, пока еще едет. Спортсмен украинского клуба, и я думаю, что вся борьба развернется вот именно там. Все три спортсмена совсем близко. Пытается оторваться Кирилл Цуканов от Владимира Бородулина и Ильи Чалова. И на заключительный круг дистанции уходят спортсмены. Пока все без изменений. Кирилл Цуканов, Владимир Бородуллин, Илья Чалов, Тарас Федоренко. И финиш. Победу в заезде одержал номер 12-й Кирилл Цуканов, фаворит. Вторым на финише был номер 3-й Владимир Бородуллин, Турбина. Третьим заезд закончил номер 6-й Илья Чалов, Турбина. И последним в заезде был номер 9-й Тарас Федоренко, команда фаворит. Я напомню, что после первой серии со счетом 14-10 впереди команда СКА фаворит, город Львов. 4 очка уступают Балаковцы в этом матче, но я думаю, что выводы будут сделаны. И вторую серию заездов открывает заезд под номером 5. В нем принимают старт. Номер 3-й Владимир Бородуллин, Турбина. Номер 9-й Тарас Федоренко, фаворит. Номер 1-й Роман Поважный, Турбина. И номер 7-й Даниил Иванов, фаворит. Номер 8-й Роман Поважный, Турбина. Уважный, Турбина. Продолжение следует... Ну что ж, Ант Балаковский и болельщики продолжают поддерживать свой клуб. Все мы понимаем, что надо отыгрываться. И в команде СКА-фаворит замена. Вместо номера девятого Тараса Федоренко на треке стадиона номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Итак, снова заменяет он, Кирилл Цуканов, снова заменяет молодого украинца. Ну что ж, пока максимальное количество очков набрал в своих выездах Кирилл Цуканов, сумел приспособиться к дорожке. Да, небольшие технические проблемы. Вот Чика слетела, которая глушит двигатель, но сейчас думаю, что механики все поправят. А тем временем чуть больше двадцати пяти секунд остается. Ну что ж, пятый заезд соревнований. Старт! А вот сейчас все правильно сделали оба Балаковца. Занимает первую и вторую позицию. Даниил Иванов ушел на внешний радиус, но немного отстал. И вот показывает Роман Паважный. Уходить внутрь Владимиру Бородулину. Именно так делает молодой Балаковец и закрывает внутреннюю траекторию. Итак, встают в пару спортсмены из Бедвей, клуб Турбина. Совсем рядом Даниил Иванов, а ехать некуда, потому что все перекрыто. Но сейчас будет пытаться внутри, но снова уйдет Владимир Бородуллин. Да, на внутреннюю дорожку. Роман Паважный снаружи. Прикрывает он своего напарника. Снова пытается Даниил Иванов протиснуться внутри, но ничего не получается. Выше скорость у Владимира Бородулина. Заключительный вираж дистанции и... Финиш! Победу в заезде одержал номер первый Роман Паважный, Турбина. Вторым на финише был номер третий Владимир Бородуллин, Турбина. Третьим в заезде закончил номер седьмой Даниил Иванов, фаворит. И последним в заезде был номер двенадцатый Кирилл Цуканов, фаворит. Время заезда шестьдесят девять целых одна десятая секунды. Итак, шестой заезд соревнований. В нем принимают старт. Номер восьмой Владимир Дубинин, фаворит. Номер четвертый Андрей Кудряшов, Турбина. Номер десятый Виталий Белоусов, фаворит. И номер второй Максим Лобзенко, Турбина. В команде Турбина замена. Вместо номера второго Максима Лобзенко. На треке стадиона номер пятый Денис Гизатуллин. Продолжение следует... Ну что ж, да, заменил Максима Лобзенко от Денис Гизатуллин. И вместе с Андреем Кудряшовым в этом заезде против Виталии Белоусова и Владимира Дубинина. Итак, все готово. Старт! Отлично! Отлично протиснулся в это небольшое пространство Денис Гизатуллин. Уже на третьей позиции атакует Владимира Дубинина. Ай, как непросто! Но все-таки Денис Гизатуллин. Итак, Андрей Кудряшов, Денис Гизатуллин, Владимир Дубинин, Виталий Белоусов. Итак, внутреннюю траекторию, по-моему, занимает все-таки Денис Гизатуллин. Андрей Кудряшов на внешнем радиусе встает в пару, перекрывает все возможные пути для обгона. И продолжает уверенно лидировать в этом заезде. Но отстают, отстают украинцы. Уже достаточно большой отрыв и от Владимира Дубинина, и от Виталия Белоусова. И ваши аплодисменты! Финиш! Победу в заезде одержал номер четвертый Андрей Кудряшов, Турбина. Вторым на финише был номер пятый Денис Гизатуллин, Турбина. В третьем заезде закончил номер восьмой Владимир Дубинин, фаворит. И последним в заезде был номер десятый Виталий Белоусов, фаворит. Время заезда шестьдесят восемь целых пять десятых секунды. Команде СКА фаворит Замина вместо Тараса Федоренко, номер девятого. На треке стадиона номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Ну что ж, пока счет не позволяет выставить тактический резерв у Лиджокера. Просто меняет Кирилл Цуканов Тараса Федоренко. Да, чуть более тридцати секунд уже судья на старте приглашает всех поближе к ленте занять свои позиции. Но не торопятся почему-то спортсмены. Да, вот сейчас интересная ситуация Денис Гезатуллин и Павел Миссинс. Первая и вторая дорожка. Совсем рядом они встали. Локоть в локоть, что говорится. И старт! Ай-яй-яй! Да, немного поторопился Павел Миссинс. Слегка, да, дернулся вперед. Пришлось притормаживать мотоцикл. А тем временем Денис Гезатуллин и Владимир Бородуллин пытаются уехать вперед. Снова парную езду демонстрируют балаковцы. Владимир Бородуллин уходит на внешний радиус. Денис Гезатуллин прикрывает внутри. Да, вот. Закрывают позицию для атаки. Но пытается, да, пытается все-таки совершить обгон Павел Миссинс. Не устраивает его третья позиция. Но пока ничего не может он сделать с парной ездой балаковских спортсменов. Да, ничего не меняется. Продолжает атаковать Павел Миссинс. Владимир Бородуллин снаружи. Денис Гезатуллин внутри. Но он здесь на огромной просто скорости влетает. Павел во второй вираж дистанции. Победа в заезде одержал номер третий Владимир Бородуллин. Турбина. Вторым на финише был номер пятый Денис Гезатуллин. Турбина. Третьим заезд закончил номер одиннадцатый Павел Миссинс. Фаворит. И последним в заезде был номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Фаворит. Время заезда 68,4 секунды. Ну что ж, закончилась подготовка дорожки. Продолжаются наши соревнования. Нас с вами ждет заезд под номером восемь. В нем принимают старт. Номер десятый Виталий Белоусов. Фаворит. Номер четвертый Андрей Кудряшов. Турбина. Номер седьмой Даниил Иванов. Фаворит. И номер первый Роман Поважный. Турбина. Ну что ж, надо отметить, что вторую серию заездов вчистую выиграла команда Speedway Club Turbina. Все три заезда второй серии закончились с одинаковым счетом 5-1. И тем самым 25-17 на данный момент лидирует команда Speedway Club Turbina. Ну что ж, так держать, парни. И при вашей поддержке, я думаю, что все дальше будет складываться более чем хорошо. Обязательно нужна победа нашему клубу. Обязательно нужно побеждать для того, чтобы упрочить свои позиции в украинском чемпионате. Мы в нем лидируем и являемся единоличным лидером на данный момент. Но все хотят попасть в эту финальную серию, которая состоится осенью. Все рвутся именно туда. Так, в команде СКА фаворит замена. Вместо Виталия Белоусова, номер 10-й, на треке стадиона номер 11-й, Павел Мессенц. Еще раз повторю, номер 11-й, Павел Мессенц. Павел Мессенц Ну что ж, все готово. Старт! Отчаянная борьба была между... И заезд остановлен, да. Ну что, квалифицируем как неровный старт. Да. Главный судья соревнований Игорь Дмитриев принимает решение о перезаезде. Неровный старт, да. Есть такое понятие у главных судей, когда один из спортсменов чуть раньше начинает движение, уходит вверх лента, но такой старт не признается правильным и, как правило, назначается перезаезд. Ну что ж, ничего страшного, никто не снимается, никаких нарушений здесь нет, дорогие друзья. Так что волнение здесь абсолютно беспочвенное. Ну давайте уже поддержим наших ребят, в конце концов. Ну что ж мы так. Вы посмотрите, какая борьба интересная развивается на треке. Особенно, какая была вторая серия. Просто бронебойная, по-другому не назовешь. В исполнении спортсмена спидвейклоп-курбина. Но я думаю, что и украинский клуб, штаб команды, тоже делает выводы соответствующие. Тоже технические готовятся, делают работу над ошибками. Посмотрим, получилось или нет. Третья серия соревнований. Заезд под номером 8. Итак, практически все готово. Старп. Ну что ж, теперь ровно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И снова остановка заезда. Да. 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 По решению главного судьи соревнований, из заезда исключен номер 11, Павел Мессинц, команда-фаворит, как виновник остановки заезда. Что-то говорит там Александр Литасинский. Что-то подсказывает Даниилу Иванову, механик. Но 20 с небольшим секунд остается. По-моему, что-то, да, что-то с осцеплением там. Или подтянули, отпустили. Такие маленькие технические хитрости. Ну что ж, все готово к перезаезду. Восьмой заезд. Смотрим. И старт. Да, сразу же Андрей Кудряшов внутри. Роман Поважный снаружи. И снова Балаковцы показывают отличную парную езду. И перекрывая все траектории. Ну что ж, покажет свое мастерство Даниил Иванов. Или не дадут ему это сделать Андрей Кудряшов и Роман Поважный. Да, совсем рядом Даниил Иванов от Андрея Кудряшова. Но все выгодные траектории для него на данный момент перекрыты. Продолжает ехать внутри, четко внутри ехать Андрей Кудряшов. И уже ушел вперед достаточно далеко Роман Поважный в этом заезде. Ну что ж, один вираж дистанции остается у Даниила Иванова. Сможет или нет? Еще немного. Финиш. Победу в заезде одержал номер первый Роман Поважный, Турбина. Вторым на финише был номер четвертый Андрей Кудряшов, Турбина. Третий заезд закончил номер седьмой Даниил Иванов, фаворит. Время заезда 68,6 секунды. Девятый заезд соревнований, в нем принимают старт. Номер второй Максим Лапзенко, Турбина. Номер восьмой Владимир Дубинин, фаворит. Номер третий Владимир Бородулин, Турбина. И дорогие друзья, сделайте, пожалуйста, пометки в своих программках. Номер двенадцатый Кирилл Цуканов, команды фаворит. В этом заезде выступает в качестве Джокера. То есть все очки, набранные Кириллом Цукановым, будут умножены на два. Еще раз повторю. Максим Лапзенко, Владимир Дубинин, Владимир Бородулин и Кирилл Цуканов в качестве Джокера. Также замена в составе Балаковского клуба вместо номера второго Максима Лапзенко. Илья Чалов, номер шестой. И так вот не передают нам Владимир Бородулин, Илья Чалов. Владимир Дубинин и Кирилл Цуканов. Да, именно так, дорогие друзья. Илья Чалов, Владимир Дубинин, Владимир Бородулин, Кирилл Цуканов. А я только напомню, что вот у Джокера по регламенту проведения соревнований наш лебник должен быть черно-белого цвета. Илья Чалов. Итак, старт. Ай-яй-яй, по-моему, Владимир Дубинин помешал Кириллу Цуканову. И Илья Чалов занимает вторую позицию, но прорывается вперед Кирилл Цуканов. И Владимиру Дубинину нужно ему уступать. Оп, а здесь еще и Владимир Бородулин занимает третью позицию, тем самым обнуляя шансы Джокера в этом заезде. Но продолжает борьбу Кирилл Цуканов. И Илья Чалов атакует Владимира Дубинина. Второй вираж по внешнему радиусу, да, выше скоростью Илья Чалова. Чуть-чуть не получалось, чуть-чуть не получается, совсем чуть-чуть. Ну что ж, еще один вираж, еще одна прямая. И внутрь нужно уходить. Ай-яй-яй, финиш. Победу в заезде одержал номер восьмой Владимир Дубинин, фаворит. Вторым на финише был номер шестой Илья Чалов, турбина. Третьим заезд закончил номер третий Владимир Бородулин, турбина. И последним в заезде был номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Команда фаворит, выступавшая в качестве Джокера. Так что ноль баллов набирает Джокер, а ноль на два будет ноль. Соответственно, ничего не набрал Кирилл в этом заезде. Время заезда, кстати, дорогие друзья, 68,7 секунды. Заезд под номером десять, и в нем принимают старт. Номер четвертый Андрей Кудряшов, турбина. Номер десятый Виталий Белоусов, фаворит. Номер пятый Денис Безатуллин, турбина. И номер одиннадцатый Павел Мессинс, фаворит. Денис Безатуллин, турбина. Ну что ж, осталось дождаться, да, вот, польского легионера, украинского клуба. Все четыре спортсмена в стартовой зоне. И снова, я так полагаю, нас с вами ожидает борьба интереснейшая между Павлом Мессинсом и Денисом Гезатуллиным. Но, глядишь, и Андрей Кудряшов, и Виталий Белоусов сумеют вмешаться в эту борьбу. Более опытных партнеров по команде. Ну что ж, посмотрим, как оно получится. Буквально через 30 секунд уже истечет время для подготовки к старту. Ну что ж, все готово. Андрей Кудряшов, Виталий Белоусов, Денис Гезатуллин, Павел Мессинс. И старт. И снова проспал старт Павел Мессинс и придется догонять. Да, вот выходит он на третью позицию, но пока это еще ничего не значит. А Денис Гезатуллин и Андрей Кудряшов уже показывают парную езду. И снова придется проходить. Проходить или того, или другого польскому легионеру. Ну что ж, вот приближается, да, на виражах, пытается уйти внутрь, но там... Там четко с задачей справляется Андрей Кудряшов. Не пускает Павла Мессинса. Ни на метр даже не дает приблизиться, пока все делает правильно. Но вот тут он, скорее всего, да, будет атаковать. И снова на внешний радиус. И большую скорость, да, пытается набрать Павел Мессинс. Еще один вираж. Заключительный вираж дистанции. И смотрим, что будет на финише. Финиш! Победу в заезде одержал номер пятый Денис Гезатуллин. Турбина. Вторым на финише был номер четвертый Андрей Кудряшов. Турбина. Третьим заезд закончил номер одиннадцатый Павел Мессинс. Фаворит. И последним в заезде был номер десятый Виталий Белаусов. Фаворит. Время заезда 68,1 секунды. Все готово. И старт. Да, вот сейчас Даниил Иванов, наверное, как обидно. Все-таки выиграл он позицию, казалось бы, у Дениса Гезатулина. Но тот его попросту перехитрил. Да, ушел внутрь в самый нужный момент. И продолжают сражаться Даниил Иванов и Денис Гезатуллин. И далее борьба также между Владимиром Дубининым и Андреем Кудряшовым. Там также никто не хочет уступать. Борьба за третью позицию. Да, разбились вот на две пары и в обоих. Но посмотрите, какая интересная борьба. Приближается, приближается Андрей Кудряшов. И, скорее всего, вот здесь будет атаковать. Но, да, внутрь надо ехать, действительно. И кто? Все-таки Андрей Кудряшов. Не сумел перекрести траекторию Владимир Дубинин. Не сумел. И Андрей Кудряшов. А еще и технические проблемы, да, какие-то у Владимира Дубинина. Финиш. Победу в заезде одержал номер пятый Денис Гизатуллин, Турбина. Вторым на финише был номер седьмой Даниил Иванов, фаворит. Третьим в заезде был номер четвертый Андрей Кудряшов, Турбина. И последним заезд закончил номер восьмой Владимир Дубинин, СКА-фаворит, город Львов. Время заезда 69,2 секунды. И снова на треке мы видим двух молодых спортсменов и двух более опытных. Ну что ж, интересно, как развернутся события в двенадцатом заезде сегодняшних соревнований. И старт. Ай-яй-яй, снова что-то не получается у Павла Мессенца. Вроде бы хорошо принимает старт, но потом совершает какую-то заминку небольшую. И приходится атаковать уже, и атаковать даже с четвертой позиции. А вот здесь еще и, да, на внешний радиус. И Виталий Белоусова пропустил вперед достаточно опытный польский гонщик. Снова выходит на третью позицию. Занимает место для атаки. И собирается атаковать Максима Лобзенко. Но после окончания этого виража только один круг останется у Павла Мессенца. И так, да, совсем рядом, но, да, был контакт, по-моему, об колесо. Очень сильно разогнался Павел. И смотрим, что будет на финише. Вторым на финише был все-таки номер одиннадцатый Павел Мессенц, фаворит. Третьим заезд закончил номер второй Максим Лобзенко, турбина. И последним в заезде был номер десятый Виталий Белоусов, фаворит. Вместо номера девятого Тараса Федоренко на треке стадиона номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Таким образом, состав заезда номер двенадцатый Кирилл Цуканов, номер первый Роман Паважный, номер седьмой Даниил Иванов и номер третий Владимир Бородулин. Кирилл Цуканов И старт! Итак, смотрим, что после первого виража. Все-таки Роман Паважный пробирается на первую позицию. В таком красивом атакующем стиле. Оттеснил он Даниила Иванова и Кирилла Цуканова. И занял первую позицию. Ну что ж, будем ждать, что предпримет Владимир Бородулин, который пока находится на четвертой позиции. Приближается потихоньку Владимир Бородулин. И вот нам осталось только дождаться, где он будет атаковать. Примерно равные скорости у него и у Кирилла Цуканова на входе в поворот. Но вот на прямых, как мне показалось, у Володи немножко повыше. Но он здесь оба замешкались. И да! Но, но, только благодаря техническим проблемам, по-моему, колесо спустило у Кирилла Цуканова. Да, на заключительном вираже практически дистанции. Таким образом, победу в заезде одержал номер первый Роман Паважный. Турбина. Вторым на финише был номер седьмой Даниил Иванов. Фаворит. Третьим в заезде закончил номер третий Владимир Бородулин. Турбина. И по техническим причинам не закончил заезд номер двенадцатый Кирилл Цуканов. Фаворит. Еще раз напомню. Владимир Дубинин, Илья Чалов, Даниил Иванов и Денис Кизатулин. Состав участников четырнадцатого заезда сегодняшних соревнований. Я думаю, что успели записать. Сделали пометки в своих программках. Итак, посмотрим, чем же, чем же закончится четырнадцатый заезд. Ах, лягушонок у нас не расслышал. Ну, давайте, давайте еще раз скажу. Владимир Дубинин, Илья Чалов, Даниил Иванов и Денис Кизатулин. В следующий раз там в своем болоте. Да, ухи нужно, да, все правильно. Ну что ж, заканчивается подготовка. Буквально сорок с небольшим секунд остается. И уже приглашает судья на старте всех занять свои места перед стартовой лентой. Ну что ж, четырнадцатый заезд. Смотрим. Старт. Просто реактивный старт в исполнении Дениса Гизатулина и Ильи Чалова. Да, сразу разобрались буквально с первого виража дистанции. Балаковские спортсмены с Владимиром Дубининым и Даниилом Ивановым. Классический вариант, да, парной езды сейчас показывают балаковцы. Ну что ж, только ваших аплодисментов заслуживает такая уверенная позиция наших гонщиков. Да, посмотрите, совсем рядом, как на тренировке отрабатывают буквально парную езду Денис Гизатуллин и Илья Чалов. Денис Гизатуллин по внешней бровке, Илья Чалов по внутренней. Да, остановился, вот я смотрю, совсем остановился Даниил Иванов. Да, закончена для него гонка. Нет смысла бороться дальше. Владимир Дубинин продолжает передвигаться на третьей позиции. И финиш. Победу в заезде одержал номер пятый Денис Гизатуллин, турбина. Вторым на финише был номер шестой Илья Чалов, турбина. И третьим заезд закончил номер восьмой Владимир Дубинин, фаворит. Последним в заезде был номер седьмой Даниил Иванов, команда фаворит. Время заезда 68,6 секунды. Небольшие вопросы вот к механику возникли у Романа Поважного. Итак, все готово. Поехали! Кирилл Цуканов. Да, и Павел Мессинц там прорывается, но не согласен с этим. Роман Поважный. Ай, какая борьба! Сразу три спортсмена. И кто? Нет, все-таки допускает падение Павел Мессинц. В результате этой борьбы заезд остановлен. По решению главного судьи соревнований из заезда исключен номер одиннадцатый Павел Мессинц, команда фаворит, как виновник остановки заезда. Ну что, аплодисментами поддержим наших ребят. Да, уже просто нужно поставить точку в этом матче. Красивую, уверенную точку. Ну что ж, пятнадцатый заезд. Смотрим. И старт! Роман Поважный сразу же со старта уехал от своих преследователей. На второй позиции Кирилл Цуканов. И замыкает тройку Максим Лапзенко. Да, вот борьба сейчас между Максимом и Кириллом Цукановым намечается. Да, приближается вираже Максим Лапзенко. Совсем рядом он, нет. Не хватило немножко скорости. Но я думаю, что атак своих не бросит Максим Лапзенко. Вот вы видите, смещается и внутрь, и наружу пытается уйти. Но пока твердо удерживает свою вторую позицию Кирилл Цуканов. Итак, один круг дистанции. Заключительный остается. Роман Поважный далеко впереди. И борьба между Кириллом Цукановым и Максимом Лапзенко. Чуть впереди Кирилл Цуканов. Заключительный вираж. Победа в заезде одержал номер первый Роман Поважный, турбина. Вторым на финише был номер двенадцатый Кирилл Цуканов, фаворит. И третьим заезд закончил номер второй Максим Лапзенко, турбина. Время заезда шестьдесят восемь целых семь десятых секунды. Роман Поважный, Максим Лапзенко, Владимир Бородули, Андрей Кудряшов, Денис Гизатуллин и Илья Чалов. И заслужили ваших аплодисментов. Победа в заезде одержал номер второй Максим Лапзенко, Владимир Бородули, Андрей Кудряшов, Денис Гизатуллин и Илья Чалов. В начале соревнований немножко понервничали за наших ребят, но все сложилось более чем хорошо для спидрей клуб Турбина и более чем убедительная победа.